Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так далее, и так далее. Каждый, кто там когда-то немного больше интересовал акваристика, то верь, что это очень важные вещи. И то, что я хотел бы, в принципе, где-то там порушать на моих фильмах. То есть, там от часа до часу рвать фильм из этого збиорника и рассказать что-то на тематах конкретных вещей связанных с акваристикой. И я думаю, что так будет выглядеть. Но на почтах по-просто я думаю, что представлю, как выглядит мое аквариум. Потом я тоже хотел сказать, как не должно выглядеть аквариум. На примере. Каким примере, скажите? На моем примере, когда в общем начинал с акваристикой. Когда я сейчас на это смотрю, то было одно великое непорозумение, так на правду. И пару своих спостережений относительно, хотя бы, таких, которые в склее акваристическом, потому что, понятно, что там тоже встречаются также в других покупателей. Ну и такие мои лусьные на этот вопрос тоже бы хотел где-то там поместить в рамках науке, чтобы как уже хотите себя чем-то таким баловать, то... значит, баловать... аквариум аквариум то не так на правде забава, но выполни функции в доме зазвычай оздобном. И то есть его такая скажем... такое как это выглядит, как эти животные живуты о том может когда-нибудь тоже помню. И как это может выглядеть в натуре может выглядеть, потому что мы можем отзверчить конкретные водные которые на свете. но как я говорю, то о том когда-нибудь поговорим поговорим о том что-то здесь есть в основе такой маленький комплект Акваэла это аквариум панорамичное 60-л в составе в основе было все можно сказать помпка из того, как я помню что там еще есть покрыва которую вы видите я уже прерабилем поэтому мы покрывы с осьветлением LED-овым в моем случае и в большинстве случаев уже в этой сейчас не будете в составе только LED-ове потому что все приходится на LED-ове когда-то были neon-овки тоже милем такие аквариум потому что два разы больше милем 112-литровые тоже это акваэля тоже панорамичные так как поэтому сподобали мне аквария панорамичные потому что не 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 а просто подлощиные чем разница панорамичная не знаю не знаю, что это здесь видно, но стоит о том, что передняя здесь есть такая округлая в смысле в нашем направлении это дает перспективу того, что происходит в аквариуме и поэтому тоже выбираем такой аквариум но можно выбрать какой-то аквариум в том, что в этом случае мы можем иметь в своем доме потому что не каждый имеет много места в доме чтобы поставить не знаю, как большая аквариума я в сумме мог бы им иметь здесь еще больше вместо этого но хотелось немного меньше но как говорится на том, что может сделать какой-то 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 выбрать в доме и что можно в нем уместить и сейчас как видите в этом я не знаю в сумме что это было за скалы может в следующих фильмах в следующих я купил на аллегро улучшно с пиаском это пиасок очень дробный потому он даже ниже 1 мм грубости как хорошо я помню от 0,03 до 0,08 в каждом в любом разе пиасок кварцовый есть на дне тут и единственная еще дробная вещь которую я сделала немного под кем в этом аквариуме потому что я здесь хорошо презентировали и хорошо так что так так что так как в роге видите это не пиасок можно немного помешать подложа и там где мы на тле или на środке аквариума дать зиме каком? обычная зима тоже надо это или торфовая не сейчас я универсальна зиме квиотовая там немного торфа тоже на торфа тоже влияет на воду в аквариуме в каждом разе уже когда-то зиме квиотовое универсальное аквариуме и гарантирую вам что это не единственное что нужно чтобы нам хода и и развивали еще тут светло отгрыва роль в этой kwestии ко мне аквариуме нужно попраковать над оцветлением а оцветлением в особенности на которые можно увидеть высокие не они зеленые они от такого бронзового колору как хорошо помню это был лучник рцавы Мериопилум тум 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 не в мере не проверяем название в склепе но это из этой родины этих растений потому что хотел бы им иметь различные растения на червоне до конца не купил но именно о эти растения и о червоне растения для аквариума они очень трудные в управе и потребуют хорошего светла поэтому нужно немного прерубок в аквариуме в клапе нужно немного вытянуть на место кто-то думает некоторые фильтры если какие-то другие я не знаю, как это видно здесь есть один фильтр наповетр здесь есть еще один фильтр здесь есть еще один фильтр в моем банке два фильтры по-ко и на-ко тоже вам когда-то вытлумачиваю хорошо так здесь есть здесь кабомбе это здесь это еще один из в токе, более пешто, более зелой. Многие акваристики, даже амори, должны знать эту бомбу. Это достаточно известная. Она очень удобна в управе. И так и не. В общем, средняя. Здесь еще не очень рано, поэтому мы посмотрим, что из этого выйдет. Но в моем старом аквариуме, одиннадцатолитровый, который когда-то когда-то было, то кабомба мне очень хорошо развивалась, но там есть еще одно оцветление, потому что там есть две нейроновки 18-ватовые поэтому это тоже свои плюсы и минусы на LED-ах еще за очень здесь не осуществлялся, поэтому я знаю, что LED-ы не будут запроектированы с очень большим фингами которые m, которые такие которые такие они сегодня поздравляю как они большинство и они тоже поэтому они не требуют большой много светлых. И такая растительная, которая не требует даже так много, в основном тоже есть вот здесь, которую я тоже немного, так скажем, немного с прозой, а то это более на второй, третий план в аквариуме. Лимнофилия Сесилии флора это здесь, которая вы видите на экране. Она очень удобная в управе. Я тоже когда-лим в старом аквариуме поэтому она должна здесь взять, но уже видно, что она достаточно хорошо развивается, поэтому здесь нет проблем. Следующая в этом банице это здесь, мэх. Мэх Мазмоз. Whereas посадка называется werом Мэх 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 не знаю, что видно, но гаузки из этого мха выглядят как хоиньки. Так вспоминают гаузьи хоиньки. И стучно название X-mes хмоз, связанное с подобием до свирков, или жиделек святочных. И так называется, что-то еще еще по-другому. И последний, тут тоже есть мх. Так называют мхем. В каждом случае здесь это ровлина на травник. Хемиантус. Я могу эту нискую версию. Это потокно называна в акваристике в польской, как маый хенек. Потому, что это сделано от хемиантуса. Хемиантусом хенек и что маый, потому, что это ниск. И это должно быть как мы доброе светло. Потому, что для этих двух ровлинах тоже очень важное светло. То есть для каждой ровлины травниковой, которую мы даем до аквариума, светло отгрыла очень большую роль. Потому, что это на самом дно нашего аквариума. Поэтому, если мы высоким аквариумом, тем больше мы потребуем светло. И это тоже не такое обычное. Потому, что тоже есть светло черного и небесного. Потому, что это требуется. Но, как и в отношениях связанных с ровлина, я вам покажу вам какой-то ровлина. Хорошо. Это так, если ровлина моего в аквариуме. Это не много. Это было 5 ровлина. И сейчас пора на животные. Так. Прежде ровлина остался большой Один. Докупил четыре. Один не прошло. Что-то стало. Пробовал что-то сделать. Но, что-то что-то решили. Так же для гупика. Там гупик 1 павиоцко есть. Он из-за старого аквариума. Еще один гупик 1 павиоцко который появился на фильме который появился из-за 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 И он тоже не претерва этой премии. А уже подумал, что будет хорошо, потому что уже было что-то и как сделали это пренесение тоже еще не хорошо было что-то что-то было было ослаблено что-то гупик гони что-то это тоже не но был слабый. И как пренесло тут то он уже начал ехать нормально было хорошо. Виделем, что рыбка просто все на добре в моем аквариуме росла и было хорошо. И можно было с ней нанесить ее красивым небеским. Но нистете по каким-то часу снова вернулось до старой формы, что-то ей musело доставить в доброй нанесить неприят в доброй стакли на момент заставить два дня. Два дня поврели до старой вещи. Не в чем в чем проблем, bo codziennie sprawdzam мою воду i naprawdę не было żadных отчлений если chodzi о потребе а nawet bym powiedział, что в kwestии всех твардости, пх и азотанов тоже вода есть идеальная но это потому, что я приготовил себе воду в аквариуме ко правда много не надо было делать потому, что с краном мне лечит достаточно хорошая вода даже бы я сказал, что идеальная немного твардова, может быть ко мне каких-то животных рыб но здесь можно поселить водой дистилованной там есть демирализованная то есть вода деми ах, немного обнижать но тогда будет это нужно пилировать каждый момент в разе но нистете не претрвал мой другий губик то с первого баняка который значит спрят рестарту вот эти две рыбы и один губик и один звинник докупием паре звинников еще три малюшки звиннички но уже изменички уже подросли чтобы это уже функционировало, как нужно. Сыбче, потому что без препаратов можно стартить аквариум, но тогда нужно 3-4 недели, а затем аквариум будет сравниваться и в этом моменте не зарыбить аквариум. По-просто сами растения по 2 недели можно впустить какие-то такие рыбки, типу гупик, которых тоже может не быть нам шкода, но каждой рыбе шкода, приятнее мне, и тоже не должно быть так делать. Почему гупик? Ну, гупик тоже есть рыбой, которая достаточно витрямая и имеет достаточно душе закрес, если chodzi о пропорции разных там твердостей и паха, и витрямует очень много, если chodzi о воду. Поэтому нужно такого гупика, или пары добавить в аквариуме. Тогда уже, понятно, что есть и животные, и это тоже влияет на микробиологию и макробиологию в нашем аквариуме. Знаете, что есть рыбы, есть отходы, есть едение и так далее. Это влияет на азотины, азотины тоже. И тогда уже следующие вопросы доходят до воды и тем самым тут тоже может быть витрямая биология на наших фильтрах. И тогда, когда ровно-вага поводки повстает. И потом, только по этих четверых тыг, менее, можно уже допускать новые рыбы. И, менее, по этих четверых тыг, до 6 макс, так, wiadomo, как бы кто-то хотел душе, ничего не станет, но так 4-6 тыг, такого забега должно быть достаточно, чтобы в аквариуме все было хорошо. И, конечно, понятно, что потом еще могут по дороге сделать прехвит глонов, потому что появляются азотины, которые не используются, и будет достаточно мощное освещение. Но тут много, много связанных с этим всем. Когда глоны нам повстают, так, правда, чтобы не было за много азотинов, потому что если есть много фосфора в воде, то тогда окрепки тоже не хорошо поэтому должна быть добра пропорция между азотами и фосфорами в воде и тогда глонов не должны ущетить. А, не в такой количестве, чтобы нам забурить все в нашем аквариуме, потому что в маленьких количествах не грозные, потому что также для некоторых животных в нашем моем подводном о которых тоже могу сказать. И сейчас я уже говорил, что один купит. В сумме есть четыре збинники. таки грозные с збинники и збинники. Ну, и как много людей по-маш, это всего, хотя бы если нет, это збинники. Моем аквариуме две цилики. из чего это два гатунка гатун Неона и Несса это немного больше и второй гатунок в моем аквариуме это неоны Симуллтаны это меньше, они немного немного барвированы такие фиолетовые не знаю, что это часто видно на камеру они немного меньше здесь немного немного барвированы и это очень хорошо даже на камеру видно эти фиолетовые цветы очень красивые они очень красивые здесь тоже все все зависит в какой способ светлое под каким кодом есть рыба и как светлое отбили и тогда она более такая у гуры фиолетовая все 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 какие то все 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 Некоторые могут сказать, что они не очень хорошо, потому что они не очень хорошо, потому что они не очень хорошо барвены. Потому что они такие шаровые цветы, с графитовым паском. През целое тело. От головы, аж по огонь. Сейчас видно на отоске. Но мне очень понравились эти рыбы, они очень жва. И еще что-то еще о них вспомню на следующих фильмах. Как я попробую об этом рассказать. Эти рыбы, которые я здесь посидал. Может быть, я тоже буду делать фильмы, которые даже не посидал. А с интересными рыбами. Сейчас посмотрим. Это мой первый фильм, если говорить о этот фильм. И... Как видите, очень лусь. По-просто без żadных приготовлений. Крэц и омавляю, что я думаю, что хочу вам показать. Так это будет выглядеть сейчас. А потом я стараюсь приготовить какие-то материалы, чтобы не загадывать за много и не занудить. И так вы думаете, а что там на штыце этого вывлочника. Ну то уже вам говорю. И еще немного немного приближаю. Сейчас уже каждый знает, что это. Это еще одно животное, которое находится в моем аквариуме. И есть их 10. А при этом не только впустили. Проблем в том, что они действительно достаточно дробные. И как они где-то между растениями будут вывел. А все по растениях мне тут ховаются. По-просто тоже те растения я думаю. Потому что это растения. Потому что они нужны. Они потребуют разных мест. Таких разных скрыток. Такие растения. Такие достаточно гэстные. По-просто чтобы рыбы тоже не атаковать. Аккуратно моё аквариуме очень толеранское. Потому что у меня есть самые рыбы, которые не створяют загрожения здесь. Иным гатункам за много. Тем более, что это очень легкие рыбы. И такими я буду оперировать в моем аквариуме. Не хочу никаких трапиажников пока не в этом аквариуме. Когда-то у меня были более трапиажные рыбы. Более территориальные рыбы. Как типовый мясо жерцов никогда не им. Но если chodzi о территориальные вещи, то так. У меня есть плечники. Которые, которые очень 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 очень... очень очень очень... Территориальными рыбами. В том числе, как уже сложат икры. Они уже полностью планируют своих территорий. Так на максимуме. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Аквариум. С большим количеством гатунков рыб. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Редшери. В моем зборнике. Заобсервировали. Одна важная вещь у них. Таким образом. Тук-совуです. Таким образом. Таким образом. Тук-соварные рыбами. Таким образом. Достаточно. Таким образом. И по их размерам, я тоже вижу, что они уже больше, чем тут, когда я спустили, то есть по закупке. Редшеры были достаточно маленькие. Но они тоже супер дуже не имеют, потому что, как я помню, это может быть 4 см. Но, как я говорю, здесь, по этих растениях, все они ходят. Они часто выходят на пруд, на эти скауки, а потом ходят на мау Хеньку, или где-то между. Так как мне-либо, здесь моё аквариумы презентуют. Я очень доволен, что мне удалось их выставить. И сейчас больше проблем нет. На разе единственный проблем, который я вижу, и я спрашиваю, как ему запобедить. Значит, стараюсь на разе запобедить, потому что лучше запобедить, чем потом комбинать. В аквариумах всегда так важно. То есть, я тоже навожу мои растения. Специальным навозом, а в засаде chodzi о CO2, то есть о венгель. Я надеюсь, что он поможет этим бронзовым растениям до временем. До времени, когда мне не удалось угадать лучшее освещение. Но я знаю, что когда будет лучше освещение, то могут появиться следующие проблемы. Потому что им больше света, тем больше отживки для глону. То есть, что это может быть в каждом случае. На разе только обслуживаю, что происходит с рослинами. Пока что зелоны очень хорошо росли. То есть, я думаю, что с ними не будет проблем. Застанавливаю себя только, что такая бомба фактически сейчас здесь развернует, или нет, тоже будет проблем. Потому что здесь немножко эти рослинки мне уже от спода как бы сделают лысые. То есть, не знаю, если там просто креветки или какие-то какие-то рыбы, что те части в аквариуме где-то заходят. А в основе где-то даже где-то в игре в фильме тоже где-то в игре просто от крчачков. На сейчас не знаю, что тут тут хорошо видно, но посмотрите, здесь уже есть пара с герметиком. Я их вот так патрил без аппарата, Два, четыре, пять, шесть, семь креветок уже видят. То есть еще три где-то ховают. То есть, все довольно прийдет. Колористически тоже очень хорошо выглядят. Не потеря своего цвета. Очень красиво. Очень красиво. Ред шеры. Ред шерер. Ред шерер. Ред шерер. Ред шерер. Сообщório. Ред шеререры. Ред шерера kalauَ не даже kaçiday на хон Clinical голос вида от этого большого, да .... Ред шереререр. Ред шереререр� зеленица – категория-герен. Режğimiz «nieкредство», Ред шереререр alte除ки, Ред шереререр였а. Ред шереререрни γιαое мастрии, на темат этого аквариума то с хэцией либо я отвечу, либо я чего-то учу так как я говорю, я аматом. Ко правда, несколько лет проводил аквариум в основе это так первый месяц через несколько добрых лет потом не спрятал, а потом несколько лет снова прерва но, но, кстати, акваристика то так вцелка, что человек позже или позже и так до этого враги, как только будет возможности. Ну и я поврошу и очень с этого повроту я очень рада потому что это на правде красивый видок, можно при этом отдохнуть и присмотреться тем прекрасным створонкам, которые замешивают наши баники ну, потому что это только маленький фрагмент целого 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 спектру возможностей так на правде и тут вот так маленький фрагмент не все потому что огромные фрагменты очень красивые но это не означает что маленькие фрагменты которые видите у меня здесь они не они потому что маленькие фрагменты если мы добрые подготовленные фрагменты они могут даже больше чем огромные фрагменты ну в условиях это сложно поместить где-то чтобы иметь такой фрагменты а мне тоже повышение фрагмента на таких 200-300 литров конечно 300 литров было бы супер но 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 не знаю где бы я это позже может когда-то мне будет быть счастливым ну то это на этот первый первый такой bardzo угольник на темат зборника и застанавливаю себя если буду делать такой такой влог а-ла акваристычный в смысле в общем тыдень вручаю вам в моем аквариуме что случилось или что случилось или что случилось в моем аквариуме так 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 в постпродукции буду использовать мои фильмы и приказать для начинок аквариумов 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 профессионалистом я там не буду называть потому что я не буду потому что но это мое тоже есть с аквариумом несколько лет это но я все время учусь потому что аквариума не стоит в месте так 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 что повреждение повреждение по несколько лет прермы и прийти с тем какие есть возможности это колосальная разница теперь есть проще все и тоже таней потому что когда не было так как как сейчас как сейчас как сейчас как сейчас такие такие это тоже очень много но есть проще и доступ до очень для очень хороших на для как в доме я с вами зажима и как вам понравится лайк пишите комментарии я постарам вам ответить на на линии на подставе моего или по-просто Посмотрим каких-то информаций, если буду делать время, чтобы вам помочь в этом, если у вас есть какие-то вопросы относительно заставления, например, зборника. По-за-тим, я еще один вопрос. Застанавливаю себя над сделанием самого креветкариума. То есть такой очень-очень nano-зборник. Так можно назвать, потому что в сумме нет. Но этот мой будет уже типовый nano, потому что это будет 8-л. Не знаю еще, что там дам. И над чем буду спрашивать, что бы там впустить. Как это организовать. Но, как я говорю, 8-л, то там за много не надо сделать. Поэтому я думаю о креветкариуме, потому что креветки не потребуют даже так больших аквариумов. Потому что это маленькие и очень-оченькие. Поэтому я думаю, что это может быть где-то. И, конечно, не редшеры. Только еще один гатунок. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Но я не знаю, что я думаю, что на них я буду скучать. И я думаю, что-то тоже о раке. О боевнике, потому что для боевника такой маленький аквариум в существенно достаточно. Но так я говорю, что мы увидим. Может вы какие-то помыслы вы можете поставить в комментариях. То есть, когда я буду делать этот маленький панец. Малый панец. На pewno буду стараться сделать этот видео. В какой-то способ, что там я буду делать. То есть, что я думаю, что это будет аквариум, которое... Как я уже хотел бы сделать. И если я за него возьму, то я буду скручать крок по кроку. Как это аквариум будет. Но, как я говорю, я еще не знаю, под что. Поэтому я не говорю, что я буду делать там. Сейчас это все, что я хотел бы сказать. Регнам себя с вами. И запрошу до следующих видео. И, возможно, на канал с грами. Если кто-то любит играть на компьютере, то... Запрошу до наблюдения фильмов из разных серий гер компьютерных. Конечно, акваристика, я думаю, что это очень лучше, чем играть. Но можно это тоже подключить. И, возможно, можно играть в себя, потом сделать прерву. Успокоить себя, пообзервовать... ...свят живых... ...препятных... ...звежонтек. А потом можно... ...наждый день можно в себя в себя в себя в себя в себя в себя. Хорошо. То еще раз... Жучу вам милого дня. И до свидания. ЦЕСТЬ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова